Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, с вами вновь Родионов Юрий, компания Протекст-Сип. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме, называется жвачка. Но, это не вот эта жвачка, которую мы привыкли потреблять в своем обиходе, а жвачка, которая присутствует у наших подопечных коробок. Так что же такое жвачка? По своей сути, это рефлекс, который возникает у животного при поедании длинных рубок-частиц. Какие функции она выполняет? Первое, это измельчение форм, в первую очередь. Второе, это перемешивание со слюной и частичная ферментация. Третье, это размягчение пищи, тем самым мы готовим кирпу для работы наших микроорганизмов в рубце. И последнее, я бы отметил, это формирование удобоваривых комочков в виде болюсов, которые будут потребляться дальше нашим животным. Коровы, захватывая корм, как мы видим на картинке, его проглатывают, почти не пережевывают. Затем, в приеме пищи, он отрыгивается в ротовой полот, тщательно пережевывается и вновь проглатывают. А теперь, давайте рассмотрим сам процесс жвачки, и как же это все происходит именно физически. Значит, наша корова потребляет форм. Через ротовую полость пищевод попадает в самый большой отдел желудка, это рубец, где форм подвергается воздействию микроорганизмов. Затем, он идет в сетку, где формируются шарики в виде болиса, как я сказал ранее. Это подвержимое все отрыгивается в ротовую полость, пережевывается, идет обратно в желудок, попадает в книжку, после книжки переходит в сучу, где происходит усвоение корм. Так как жвачка является ключевым параметром жизнедеятельности коров, то я дальше в нашем сюжете обозначу те моменты, на которые нужно обращать первую очередь внимание, чтобы оценить, в каком состоянии находится наше животное. А теперь важный момент, необходимо внимательно слушать. Сам процесс жвачки начинается после потребления корма примерно через 30-70 минут. Количество жевательных движений за одну отрыжку достигает в норме 45-55 раз. Затем масса проглатывается, и период между проглатыванием и новой отрыжкой входит в течение 3-10 секунд. Нужно отметить, что количество жевательных движений не должно быть ниже, чем 45 раз за один цикл или за одну минуту. Если это будет 35-45 раз, это состояние уже приближено к ацидозу, то есть это проблемы с пищеварением. Если цифра будет выше, чем 55 жевательных движений, то мы можем понимать, что в нашем рационе очень много грубых волокнистых коров. Еще такой интересный момент, который оценивает в целом состояние стада, это количество жующих коров, индекс жвачки называется. Это соотношение жующих коров к общему стаду. Вот в идеале этот процент должен составлять 60-65. Ну, бывает меньше, бывает больше, но в целом должно быть именно в пределах на каждые 10 голов 6 голов жующих. И так должно быть постоянно встать. Ну, вот на этом примере мы особо не видим ничего, то, о чем я рассказывал, потому что совсем недавно произошла раздача кормов. Большая часть животных потребляет. Обычно оценку проводят примерно через час после раздачи кормов. На этом у меня все. Напоминаю, с вами был Градионов Юли, компания Протекпит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и вы узнаете еще очень много интересного и важного в жизни наших животных. А это свет в конце туннеля. Коровки чувствуют себя неплохо, активно потребляют корма. И наблюдают за процессом съемки.